В Одессе может закрыться единственная детская школа гимнастики. Городские власти отказываются ремонтировать помещение, которое арендуют у Министерства обороны. Кто довел зал до аварийного состояния и на что готовы родители, чтобы дать детям возможность заниматься спортом, расскажет Андрей Анастасов. В этом зале в центре Одессы гимнастикой занимаются 300 детей. Прохудившаяся крыша, облупленные стены, а в прошлом месяце еще и отключили электричество из-за неисправной проводки. 13-летняя Ульяна теперь спешит засветло выполнить упражнения на бревне и брусьях, ведь вскоре и получать кандидатов в мастера спорта. Чтобы не в темноте прям делать, а к робатику еще прыгнуть можно, там дорожка получается как-то пройти. А вот брусья если промажешь, то не очень будет. Гимнастический зал принадлежит Министерству обороны. В свое время военные сдали его в аренду городским властям, но на днях те заявили, с 1 декабря расторгают договор. И школа не то, чтобы закрывается, но по крайней мере здесь занятия проводиться уже не будут. Причина – помещение в аварийном состоянии. Военные говорят, у них нет финансирования, а гороуправление пишет, что нет целевое вложение средств. Вот мы в такой ситуации, к сожалению, круговая вот такая вот порука. В Минобороны нам ответили, согласно договору аренды проводить капитальный ремонт зала обязаны одесские власти. Но в горсовете начальник профильного управления этот пункт соглашения даже комментировать не хочет. Дескать, скорее всего, это некое недоразумение. И настаивает – ремонтировать здание не имеют права. Потому что есть бюджетная законодательность. Поменять проводку на 100 тысяч, что предусматривает проектно-смехтные работы и, соответственно, является капитальными выдатками, мы не можем. Возможное выселение гимнастов на улицу вызвало бурю возмущения среди родителей. Ведь эта школа единственная в Одессе. Люди готовы привезти детей к мэрии. Если 1 декабря мы придем и обнаружим, что зал будет закрыт, ну, значит, дети будут вынуждены тренироваться на Думской площади, чтобы нас городские власти хоть как-то заметили и обратили на нас внимание. Пока альтернативы гимнастическому залу чиновники не нашли. Рассматривают варианты размещения на базе одесских вузов или общеобразовательных школ. Но там, правда, и помещения небольшие, и специального оборудования нет. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса.